Валерий Седов Обитель счастья. Дом Белого Аиста рассчитывает на президентский грант. В шаге от пьедестала. Кубок Азии для рязанской дзюдоистки Марины Воробьевой стал бронзовым. Как и год назад. Рязанка Екатерина Щелкунова стала одним из лучших универсальных специалистов МФЦ в стране. Это стало известно после подведения итогов 7-го Всероссийского форума МФЦ, где Рязань, кстати, получила еще одну награду. Рязанская область вошла в число лучших регионов на Всероссийском форуме МФЦ. Конкурс проводился по трем номинациям. Лучшая региональная сеть МФЦ, лучший универсальный специалист МФЦ и лучший проект МФЦ. Вот по первым двум хозяева форума и стали лауреатами. Среди победителей также Воронежская, Калужская, Ростовская, Кировская и Московская области, Республика Башкатерстан, Татарстан, Кабардино-Балкария. Тематика проектов победителей обширна. Поддержка граждан новых территорий, оптимизация госуслуг и межведомственного взаимодействия, импортозамещение инфраструктуры центров госуслуг и вопросы оформления обязательного медицинского страхования. Всего было подано 149 заявок от 70 субъектов России. МФЦ Рязанской области трижды становились лауреатами конкурса в различных номинациях, в рейтинге за 22-й год и за 1-й и 2-й кварталы 23-го года Рязанская область в группе высокого уровня эффективности деятельности МФЦ. То есть в целом мы отмечаем, что в МФЦ очень высокого качества действует сеть МФЦ. Знаем, что открываются и видели, и Павел Ильич нам показывал новые центры. На итоговый результат влиял в том числе и рейтинг МФЦ, в котором рязанская сеть котируется весьма высоко. Общий список был поделен на три зоны эффективности – зеленую, желтую и красную. Кстати, помимо Рязани, доля регионов в зеленой, в высокой группе качества достигла почти 60%. Напомним, для повышения доступности услуг в регионе создан новый официальный сайт МФЦ с дополнительными сервисами. Организована бесконтактная выдача результатов. Через постаматы внедрены бесплатный телефонный номер для контакт-центра МФЦ и голосовой помощник «Надежда». Действуют секторы пользовательского сопровождения для заявителей, не имеющих навыков работы с цифровыми сервисами. Открываются офисы в торговых центрах и медучреждениях. Главный вопрос каждой осени, когда включат отопление. Кто-то хочет, чтобы батареи быстрее стали теплыми, другие же думают, что с пуском тепла можно и повременить. На этот важный и другие вопросы в прямом эфире ответила начальник региональной госжилинспекции. Ждать, когда в доме нагреются батареи, это уже в прошлом, говорят в госжилинспекции. Теперь сами собственники могут решить, когда у них начнется сезон. Это если речь, конечно, о центральном отоплении. Если у дома собственная котельная, то все просто. Проводите собрание собственников и решайте. Ежели не хотите, ждите официального начала. Обычно нужно, чтобы 5 дней температура среднесуточная была ниже 8 градусов. Хотя это уже вопрос с опозданием. Отопительный сезон стартовал 3 октября. Началось с Рязани и дальше в районы. Сейчас актуальна другая тема. Что делать, если батареи холодные? Обращаться необходимо сразу непосредственно в свою ресурсоснабжающую организацию. То есть поставщиком коммунальной услуги на территории города Рязани, это является, по отоплению это является МПРМПТС. В иных муниципальных образованиях свои муниципальные или частные тепловые компании, которым доверено оказание такой услуги. Первое, это надо сообщить данной организации. Второй момент, необходимо сообщить о таком неблагоприятной ситуации в свою управляющую компанию. Отопление, конечно же, за один день по всему городу не пустят. Это затянется предварительно дней на 5, а то и 10. Переживать об оплате за холодные дни не стоит. Говорят, будет перерасчет. Пока не подписан акт пуска отопления в конкретный многоквартирный дом, оплата за этот период времени не будет. Но у нас как действует, оплату оптом проведут с даты пуска отопления, а потом автоматически скорректируют на основании актов на пуск отопления, которые подписываются и ресурсоснабжающей организацией, и управляющей. Поэтому жителям сейчас беспокоиться не стоит. В октябре они в своих платежках увидят отопление с 3 числа по конечную дату, а в ноябре им будет перерасчет произведен в зависимости от конкретной даты пуска. Вот если в ноябре житель не увидит у себя перерасчета, тогда стоит обратиться в госжилу инспекцию, мы разберемся по каждому конкретному случаю. По нормативам температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, в угловых не ниже 20. Ночью допускается, если температура опустится на 3 градуса. Это в рамках нормативов. А если кажется, что и так холодно, то температуру можно измерить самому. Выбрать самую большую комнату, отойти на метр от окна и положить термометр на высоту метр от пола. И уже от показателей решать, достаточно ли подают тепла в квартиру или нет. Если же нет, то алгоритм тот же. Звонок в ресурсоснабжающую организацию и управляющую компанию. Рязанскому дому белого аиста уже 4 года. Фонд поддержки восстановления популяции белого аиста подает заявку на президентский грант. Проект позволит напомнить жителям региона о бережном отношении к природе. Кроме того, школа белого аиста станет просветительской программой для молодого поколения, которая научит понимать белых аистов и помогать им. В Рязанском доме белого аиста на постоянной основе живут всего 4 особи. Остальные же птицы прилетают сюда на гнездовье. Для этого на территории сооружены специально оборудованные опоры. Вот такие вот гнезда становятся временным домом для пернатых семей с начала весенних брачных игр, вплоть до отлета подросших птенцов и их родителей на юг. По результатам разведения птиц, которые у нас, у нас за то время, которое этот проект существует, было отложено 19 яиц, было выращено 14 птенцов. Все они, кроме одного, улетели на юг, на зимовку. Кто-то из них возвращался. То есть этих птиц видели. Вообще этим птицам привычно селиться рядом с людьми. До появления Рязанского дома белого аиста численность этих пернатых была небольшой. С каждым годом, благодаря орнитологам фонда, она растет. А это значит, что жители региона уже должны понимать и принимать правила соседства с аистами. В целом, идея появилась спонтанно, если так можно назвать. Мы смотрели на людей, которые заинтересованы в группах, читают наши в СМИ все, смотрят. И мы поняли, что это очень интересно детям. Они интересуются, они рисуют нам рисунки. Мы предложили нашему руководителю водить сюда детей. И мы решили, что просто водить – это неинтересно. Сначала нужно рассказать детям про то, как вообще взаимодействовать с аистами. Проект «Школа белого аиста» нацелен в первую очередь на молодую аудиторию. Здесь рассчитывают не только рассказывать о бережном отношении к природе и методах взаимодействия с аистами, но и научить правильно создавать гнезда. Их будут ставить на специальные высокие опоры на территории Фонда поддержки восстановления популяции этих птиц. По словам авторов проекта «Школа белого аиста», их подопечные – это еще и хороший пример для детей и подростков. Ведь у аистов очень ответственный подход к созданию ячейки общества. Они моногамны и обычно разделяют заботу о потомстве. По очереди насиживают кладку и вместе кормят птенцов. Кстати, проект поддерживает и региональный детский общественный совет по правам ребенка. Мы видим, что этот проект очень важен и нужен не только для нашей области, но и для нашей страны в целом. Мы будем, конечно же, через информационные источники сообщать об этом. И, конечно же, будем публиковать общие посты в наших сообществах. Рязанский дом «Белого аиста» расположен недалеко от поймы реки Аки. Первый этап рассчитан на просветительскую работу со школьниками из ближайших населенных пунктов. Это будут специальные уроки, лектории, мастер-классы. Ареал охвата – порядка 30 учебных учреждений. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще одно дело об убийстве, точнее, о покушении на убийство, попало на стол кризанским следователям. На самом деле, ничего нового. Ситуация скорее шаблонная. Сидели, выпивали, поссорились. Об обстоятельствах дела далее в сюжете. Наверное, если собрать статистику преступлений по статье «Убийство», то самой частой причиной, скорее всего, будет распитие спиртных напитков. Статистика верна и при статье «Покушение на убийство». Вот и в декабре прошлого года, как рассказали следователи, два старых друга, обоим уже ближе к 50, сидели, распивали горячительное. После очередной рюмки возник спор обо всем известных событиях. Не стал обвиняемый подыскивать хорошие аргументы для победы в споре, а просто схватил нож и стал наносить удар за ударом. Целил в голову. Потерпевшего спасло то, что он прикрывал голову и одеждой, и руками. В итоге из 14 ударов половина пришлась на руки. От полученных телесных повреждений потерпевший потерял сознание. Обвиняемый, посчитав, что довел свои действия, направленные на убийство потерпевшего, до конца, отправился спать. Через некоторое время потерпевший очнулся и, обратив внимание на то, что обвиняемого в квартире нет. Он воспользовался этим моментом и добрался до входной двери квартиры. После чего вышел на лестничную площадку, поднялся на второй этаж до своей квартиры, где ему была оказана своевременно экстренная медицинская помощь. Благодаря этому потерпевший выжил. Сейчас уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Санкции данной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. Рязанка Марина Воробьева завоевала бронзовую медаль открытого Кубка Азии по дзюдон. Соревнования прошли в Казахстане с 7 по 8 октября. Всего было порядка 240 участников из 10 стран. Ломай, 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 Марина! Как вам такой, Япон? Чистая победа от Рязанки Марины Воробьевой на Кубке Азии. Нашей спортсменке всего 21 год, но ее уже называют главной российской надеждой в женском дзюдо. За плечами юной королевы Татами, так с неким авансом называют ее российские СМИ, уже несколько международных стартов. Кубок Азии, к слову, второй. И снова Марина остановилась в шаге от самого высокого места на пьедестале. Говорит, полуфинал турнира вышел досадным. В моей весевой категории до 48 килограмм была хорошая конкуренция. Были очень хорошие соперницы из сборной Китая. Целых три девочки в моем весе были. Вот, провела четыре встречи. Достаточно неплохо выступила, но допустила ошибку в полуфинале. Чисто по своей вине проиграла. Могла занять первое место, отбороться лучше. Совсем недавно правительство Рязанской области заключило соглашение с Федерацией дзюдо России. На брифинге говорили в том числе и о Марине Воробьевой. Она уже в сборной, и если все пойдет как надо, она точно станет той самой королевой татами. Президент Федерации Сергей Соловейчик в этом абсолютно уверен. У вас есть молодые спортсмены, есть Марина Воробьева, которая совсем недавно влилась в состав сборной команды. И мы уверены, что она в ближайшее время станет лидером весовой категории через несколько лет. Только закончились одни соревнования, а спортсменка уже едет на сборы в Сочи. И хотя план по международным состязаниям на ноябрь еще не утвержден, Марина Воробьева рассчитывает провести собственную работу над ошибками, чтобы стать сильнее. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Мокрый октябрь на смену теплому сентябрю. Какой будет погода в России в октябре 2023-го? Предварительный прогноз на ближайшую неделю расскажем прямо сейчас. Погода в разных регионах отличается, даже если они лежат в одной широте. Влияют на нее воздушные массы, континентальное расположение, близость морей и океанов. Один из самых теплых в истории сентября для европейской части России миновал. С приходом октября погода совершила поворот на осень. Прохлада, слякоть и пасмурное небо стали уже привычными для жителей центральных регионов. Синоптики обещали влажный октябрь, количество осадков в котором будет приближено к норме. Что до температуры, она превысит стандартную на 1 градус. Волны холода и тепла, начиная со второй недели месяца, несколько раз сменяют друг друга, создавая октябрю уникальный колорит. Ураганные выходные перетекли в рабочую неделю с 9 октября. С этого дня температура начнет теплеть, но не превысит 12 градусов днем и 7 по ночам. Пасмурное небо, короткие дожди и западные ветра задержатся до 13 октября. Резкое похолодание до 0 градусов днем и заморозков ночью ожидается 14 октября. На три дня установится ясная сухая погода с разогревом воздуха не выше 2 градусов по Цельсию. Начиная с 17 октября начнется постепенное потепление. Небо останется пасмурным, но вероятность осадков при этом минимальная. Новая волна похолодания до морозцев ожидается с 20 октября. Днем воздух не разогреется выше 4 градусов, а с 23 октября заморозки охватят даже светлое время суток. Все это время будет преобладать ясная сухая погода. С 27 по 31 октября немного потеплеет и даже ночные морозцы отступят. На фоне ясной погоды ветер с южного направления разовьет скорость до 7 метров в секунду. В октябре в одночасье и дождь и снег. Октябрь землю прикроет где листком, где снежком. В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. Народ, придумавший поговорки о погоде октября, был очень наблюдательным. Если верить этим премудростям, на солнце и тепло, а уж тем более второе бабье лето, рассчитывать не приходится. Но оно, как обещали синоптики ранее, все-таки будет. На прошлой неделе хорошую весть о погоде рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, потепление придет вслед за резким похолоданием, которое сейчас в полной мере ощущают на себе жители центра России. Шувалов пообещал, второе бабье лето непременно будет, и оно начнется во второй декаде октября. Правда, потепление, которого стоит ждать 10-13 октября, будет непродолжительным, да и солнца окажется недостаточно, оно будет наведываться ненадолго. Таким же щедрым на прогноз оказался научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд, который тоже, как и его коллега, пообещал, что бабье лето второе по счету непременно придет в октябре. Но есть и такой прогноз. К концу второго месяца осени в центральной части России выпадет снег. Правда, для жителей нескольких регионов он будет не первым. В минувшие выходные белые мухи появлялись совсем рядом с Рязанью, в Москве и Подмосковье, в Вологодской, Владимирской и Тверской областях. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин